Лето, время строительства и ремонтов. А это, в свою очередь, грязь и мусор, который счастливый обладатель только что построенного дома или отремонтированной кухни выбрасывают куда придется. Поймать таких нарушителей крайне сложно, но иногда возможно. Так, например, благодаря фото одного из жителей Истры был обнаружен и оштрафован мужчина, который создал собственную свалку рядом с уже существующей. По тем фотографиям и материалам, которые были представлены жителями, выяснили, кто является владельцем автотранспортного средства большегрузного. И владелец автотранспортного средства привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 4 тысячи рублей. Оштрафован он был именно за то, что избавился от крупногабаритного мусора в неположенном месте. А что же с ним делать, спросите вы? Ответим. Его владельцу нужно заключить договор с частной или муниципальной мусоровывозящей компанией. И тогда на время строительства или ремонта ему будет предоставлен собственный мусорный контейнер нужного размера, который будет регулярно вывозиться. Скопление крупногабаритного мусора рядом с контейнерами – это, конечно, плохо. Но еще хуже, когда скапливаются бытовые отходы. Как, например, вот здесь, в деревне Ябедино. Как видите, оба контейнера переполнены, везде летают мухи. Как говорят жители, иногда появляются и крысы. Их привлекает характерный запах. Площадки не оборудовали. Здесь была грязь, здесь было не подойти. И вот так бросают все время, регулярно не вывозят. И вот такая картина всегда здесь? Да. Жители возмущаются, но тут им, пожалуй, стоит сетовать только на собственную невнимательность. По текущему законодательству, жители деревень, села и СНТ теперь должны сами регулировать ситуацию с мусором. Им также нужно заключить договор с частной или муниципальной мусоровозящей компанией. Только в этом случае не от одного лица, а от лица всех жителей.